Метод чистки Сегодня чистить медно-никелевые монеты А в частности, рамочники, щитовики, ну и советики 61-го года Посмотрим, получится на этот раз добиться того результата, который хочется Который желанный Каждый, наверное, среди вас хочет добиться результата наших копанных монет И сегодня я вам покажу Реальное средство, простое Работает очень хорошо Но не буду долго разглагольствовать Сразу перейдем именно в нашу мастерскую Где мы будем творить Возможно, вы снова вспомните этот метод И снова будете им пользоваться Смотрим, будет интересно Что нам понадобится для нашего метода? Это, конечно же, уксус Обычный столовый уксус Заметьте, обратите внимание Должен быть 9% Конечно же, это соль Неотъемлемая часть нашего процесса Использую я обычную пластиковую баночку Закрывающую их крышкой Почему именно я использую пластиковую баночку Закручивающую? Из-за того, что средство очень агрессивное Пары издают очень зловонный запах Нужно закрыть плотно, чтобы запахи не разносились по всей квартире А также, если использовать обычную алюминиевую крышку То со временем пары уксуса разъедают нижнюю часть И баночка выходит из строя Что я делаю дальше? Я просто-напросто наливаю наш уксус Немного всего на пальчик толщиной Беру соль Беру соль, ребята Соль здесь, насколько нужно Я вот на пальчик в такую баночку ложу Например, целую столовую ложку соли Если вы положите больше или меньше Ничего страшного из этого не будет Просто будет средство Немного сильнее или же слабее Все это как можно лучше размешиваем Естественно, вся соль не растворится Если вы переложили уксус Возьмет из себя столько соли, сколько нужно Вот и весь процесс Вернее, приготовления нашего чудо-средства Итак, ребята, ну а монеты я приготовил Все медно-никелевые Хочу сказать, что некоторые даже не читаемые Взял для эксперимента даже монеты 90 После 91 года, это по-моему 20 рублей 92-го Взял вот такой вот полтинник На основном все монеты будут у нас Рамочники и щитовики Вот, вся эта кучка, это медно-никелевая Ничего я не отбирал Монеты ужасные все Вообще ужасные И сегодня я вам продемонстрировал в очередной раз Метод, который в принципе Работает на этих монетах просто шикарно Ждите конца видеосюжета И вы на этом действительно убедитесь В очередной раз Почистит данное средство эти монеты Мы с вами посмотрим Ждем, смотрим Вот наша зловонная жидкость Как вы видите, соль не растворилась Я не буду париться, ребят Просто возьму и заброшу Не с двумя партиями Две партии сделаю Порну распределю Чтобы было наглядно Конечно, монеты друг на дружко ложатся Я буду периодически баночку встряхивать Переворачивать монетки И посмотрим Это первая партия Остальные монеты пойдут во вторую Метод быстрый Так что долго вас не заставят ждать Итак, ребят Прошло чуть меньше 10 минут Ну, почти 10 И периодически я постоянно встряхиваю монеты То есть вращая Вот таким вот способом Чтобы монетки друг на друге на себе не находились Вот И хочу достать и посмотреть промежуточный Потому что монетки были, в принципе, все разного сохрана И чтобы посмотреть Естественно, их нужно достать Промыть Это раз И во-вторых, нужно будет еще Так, соль захватил много Вот, и все это Пройтись При помощи Конечно же Соды Вот Так вот Пока Пусть будет так Монеты у нас Как вы видите Некоторые Уже Достаточно хорошо выглядят Вот видите 61-го года С ними вообще нужно аккуратно Если вы их передержите То будет задница полная Так 20 рублей Тоже, да Помните, какая была Вот Она у нас почистилась Другие монетки тоже Разные загрязненности были Но видите Процесс идет И хорошо Полтинчик наш На удивление Тоже Я думал Не отойдет А он отходит Нормально Сейчас я все промою Соды пройдусь И хорошие монеты Которые уже Не нужно находиться Бросать Повторно В нашу жидкость Я вам их Уже продемонстрирую Ну, а которые хреновые Я их, конечно же Брошу снова В нашу жидкость Ну, что, ребят Все Монетки я Как бы Помыл Протер И некоторые экземпляры Достаточно хорошо Выглядит Я вам говорил Насчет Соды Она Универсальна Но это уже Прошлый век Я использую Обычную Щеточку И Смотрите, что После Уксуса Конечно же Появляется Небольшой слой Такой, знаете Налет белый Практически На всех монетах Да Видите Вот И для этого Берут Соду Или же Пималюкс Я Сейчас Перешел На обычную Щеточку Ну, почище Метод И Как бы Получается Побыстрее Да и руки Сухие В общем Проходишь Этой щеточкой Снимаешь Этот налет Ну и Практически Монета Готова Вот так Вот у нас Выглядит Монетка Всего Навсего Несколько Раз Я Тудем Судем Щеточкой Протер И Результат Уже Налицо Вот она Здесь И С другой Стороны Видите Она Темная Тусклая Так 20 копеек 61 года Тоже Смотрите Такая Тусклая Некрасивая Тоже Так же Прохожу Щеточкой И Прям На глазах Монета Преобразуется Сода Тоже Хороша Пималюкс Хороша Но Когда Большое Количество Монет Подушечки Пальцев Просто Напросто Стираются Появляются Даже Мозоли Ребят Да У меня Тоже В свое Время Когда Практиковал Соду Пималюкс У меня Были Все Пальцы В мозолях Вот Смотрите Видите Как Выглядит 20 копеек 61 года Здесь Вот Результат Видно Итак Ребята Те монеты Которые у нас Вот Такого Плохого Сохрана Я Конечно Тоже Тоже Прохожусь Щеточкой Тем Самым Помогаю Слишком Сильным Окаменелым Наростом На монете Немножко Хоть Отойти Немного Немного Помогаю Это делается Для того Чтобы Монета Находилась В уксусе Как можно Меньше Сами понимаете Уксус Это тоже Агрессивная Среда И для Монеты Это не очень Хорошо Вот И так вот Все прохожу Монетки Снимаю Вот Такой Окаменелый Налет Вот Таким Вот Способом Теперь Все Монеты Которые Очень Ужасные Я Снова Их Забрасываю В Баночку А в частности Вот Эта Плохая Эта Не Дочистилась В общем Побросаем Мы Все Туда Добросаем Итого За 10 минут У нас Отошло Из одной Партии Так Это тоже Бросим Уже Готовы Ну Я скажу 5 монет Некоторые Конечно Не до Чищены Есть Кое-какие Бросим Тоже Туда В общем Еще Ждем Минут 10 Я не буду Готовы Итак Ребят В целях Экономии Времени Своего И вашего Я решил Как всем Остальным Монетам Забросить И Вторую Партию Ну Фиг с ним Пускай Валяются Заодно Вы будете В курсе Что Можно Чистить Их И всей Толпой Вот Просто Напросто Буду ходить По квартале Запаха Никакого Крышка Плотна Буду ходить Вращать И периодически Смотреть Так что Мой совет Кстати Ребят Хочу сделать Еще следующий Эксперимент У меня В руках Сейчас Находятся Монеты Но Они В принципе Плохого Внешнего Вида Изначально Были Но Они Видите С красными С красными Местами Это Монеты После чистки Ортофосфорной Кислотой И Медно-никелевые Монеты Краснеют Как вы знаете И я хочу Сделать Следующее В наш Раствор Я хочу Эти же Монеты Сделать Забросить И посмотреть Краснота Сойдет С них Нет Монеты Были Шлифованные Полированные Чтобы красноту Снять И Краснота Не ушла И я Сейчас Хочу Сделать Эксперимент Получится Тогда Будет Вообще Шикарно Можно Чистить Ортофосфорной Кислотой А красноту Убирать Непосредственно Этим Раствором Уксус Солью Так что Будет Классная Интересная Тема Ну что Пришло Время Ребята Доставать Наши Монетки Я Надеюсь Что Они Почистились Полностью Лежат Они Уже Больше Получаса Может Быть Даже 40 Минут Сейчас Мы Достанем Промоем И Я Вам Продемонстрирую Что У меня Вышло Жидкость Стала Зеленая Очень Такая Зеленая Как Будто Там Побывала Зеленка Вот Такая Зелень Прямо Смотрите На Ложечки Зеленая Зеленая В принципе Хорошо Сработала Жидкость Почистила Монетки Достаточно Уверенно Красноты Нет И мы Сейчас Посмотрим Еще Те Монеты Которые Мы Закинули Красные После Преобразователя Если Что Интересно То Я Обязательно Покажу Сейчас Промываю И Смотрим На Наши Монеты Ну Что Ребята Последние Монеты Которые У нас Лежали Практически 40 минут Результат Нормальный Все Монеты Почистились Но К сожалению Не все Удачно Как Хотелось Бы Сейчас Я их Буду Еще Приводить В порядок Как Вы Видите Результат Классный Ни Ни Одной Красной Монеты У нас Нет Кстати Вот Эта Монета Я вам Показывал Красная Была Я запомнил Потому что Она Убитая Кем То Молотком Изращение Было Вот А Другие Две Монеты Которые Были Красные Какая Именно Из Них Этих Было Две Красных Монетки К сожалению Я сейчас Найти Не могу Потому что Краснота Вся ушла Вот это Да Вот это Интересный Нюанс В общем Теперь наши Монетки Сейчас Вместе Сообсю И все Монетки Пройдут У меня Еще Один Метод Метод Полировки Для чего Он мне Нужен Потому что Некоторые Монеты Вот Например Вот Эта Монета Видите Да У ней Слой Неоднородный То есть Какие То Имеются Небольшие Темные Места И Полировка Сделает Своё Дело Будет Однородный Цвет Монет Классно Классно Ну что Ребят Время Пришло Обзора Того Что у нас Получилось Я В очередной Раз Убеждаюсь Что монеты После 61 Года Просто Получается Отстой Это в связи С тем Что Монеты Очень плохого Состава Металла Здесь Медь Никель Цинк И вот Именно Цинк Съедается И монета Получается Отвратительная Что хочу Сказать Про эти монеты Здесь Цинка Нет И монеты Достаточно Приятно Получаются Внешнего Вида Вот Хочу отметить Если на монетах Отвратительный Налёт То монеты Монеты Копеечные Держать В жидкости Очень долго Чревато Рельеф Съедается То есть Вымывается Весь цинк И рельеф Сажается И монета Не особо Интересная Вот Как-то Вот так Вот у нас Получилось Если понравилось Можете Пользоваться Этим методом Он простой Ничего сложного Нету Два компонента Уксус Соль Потом Нужно Монеты Дорабатывать При помощи Щеточки Что я сделал Или же Взять Немножко Полирнуть Полирнуть Именно От Пыли От Матовости И монетка Получается Достаточно Приятного Внешнего Вида Вот так Вот Кстати Ребята Эти монеты У нас Прошли Чистку Весьма Успешно И у меня Очередная Порция Ждет Очередного Нового Эксперимента В Жидкости Здесь Те же Монеты Что и были Ранее Разные Щетовички Рамочники В квадрате А также Монеты 61 Года Потому что Я не успокоюсь Пока не найду Для них Метод Средства Чистки Рубль Тоже Будет Используем В этом Деле Вот так Вот Жидкость Вот она Забрасываем И смотрим Монеты Повторюсь Ужасного Внешнего Вида Как вы видите Вообще Ужасная Жесть Полная Посмотрим Как справиться Но Это Будет Уже В следующем Видео Что я Экспериментирую Что На этот Раз Так что Смотрим Ждем Результатов Этого Очередного Способа Или средства Ну что Ребята Почистили мы Свои Медно-никелевые Монеты Получилось В принципе Добротно Шикарно А кто-то Возьмет На заметочку А кто-то Вспомнит Как это было Как чистить Все средства Достаточно Дорогие Но Профессиональные И не каждый Может себе Позволить Приобрести Но в домашних Условиях Тоже Как мы поняли Можно Осуществлять Чистку Обычными Простыми Легкими Путями Доводить Монеты До Состояния Да-да Даже Для состояния Своей коллекции Ну На этом и все Всем пока До новых встреч Субтитры